Программу развития органического земледелия, производства экологических продуктов питания и агротуризма разрабатывали полгода. Учли весь небольшой опыт, привлекали учёных, предпринимателей, руководителей биопроизводств, специалистов профильных департаментов края. Овощи, которые выращены на искусственном грунте, на искусственной среде питания, с постоянным туда внесением микро-макроэлементов, с химическими мерами защиты, это совершенно не те овощи, которые выращены в естественных условиях, на экологически чистой земле, без химических средств защиты. Всё-таки нам надо серьёзно подумать о возможностях увеличения производства экологически чистых продуктов питания. При разработке программы учитывали опыт предпринимателя из Крымского района Ивана Новичихина. Он выращивает зеленые культуры и овощи. И он первый, практически единственный в крае, получил международный сертификат «Органик». Это означает производство продукции в естественной среде, без применения химических удобрений, стимуляторов роста антибиотиков. И это достаточно затратный и трудоёмкий процесс. Растениеводство может привести к снижению урожайности. Поэтому для сельхозпроизводителей, которые перейдут на биотехнологии, предусмотрены компенсации и дотации из краевого бюджета. Агротуризм тоже потребует немалых вложений для создания соответствующей инфраструктуры и обучения этому виду бизнеса. Тем не менее, дело это перспективное. В Европе направление «Органик» развивается стремительно, а агротуризм популярен в Украине и Белоруссии. У нас тоже есть все предпосылки для развития этих направлений. Вообще-то во всей Европе и во всем мире, прежде всего, экологически чистые биопродукты используют при проведении агротуризма. Поскольку, посещая сельскую местность, туристы, городское население, они действительно хотят кушать продукцию или продукты питания, произведенные вот там, на естественной земле, в естественных условиях содержания животных, одним словом, качественные продукты питания. В России на сегодняшний день биорынок в основном импортный, своей продукции очень мало. А в законодательстве нет даже юридического понятия «экологически чистая продукция». Вместо него используется термин «экологически безопасная», но это совсем не одно и то же. Поэтому кубанские законодатели начинают практически с нуля. Предстоит создать свой центр сертификации, нужны демонстрационные площадки для обучения предпринимателей. Так что краевая программа – это только первый шаг в большой и долгосрочной работе. Сертификация, понимаете, она с комплексным характером. Сертифицируется почва, что она вот чистая, экологически и биологически чистая. Сертифицируются процессы производства и сертифицируется конечная продукция. Вот то, что идет на рынок. У нас в крае такого органа на сегодня нет. Поэтому мы считаем, что первый шаг в этом направлении – помочь нашим производителям. Нам надо создать на территории края такой орган сертификации, международной сертификации. Вот на это будет направлена наша государственная поддержка. Наверняка кубанским законодателям придется обращаться и в федеральный центр. Отстаивать там свои инициативы. Например, чтобы упросить процедуру регистрации и внесения в госреестр отечественных биопрепаратов. Эту просьбу высказали руководители практически единственного в крае предприятия, производящего биодобавки и пробиотики для выращивания экологически чистой продукции. И в связи с тем, что отсутствует закон о защите растений в России, вот эти временные рамки раздвигаются до 3-4 лет, пока зарегистрируешь. И очень дорого, до 2 миллионов стоит эта регистрация. А если принять какую-то программу, чтобы на местном уровне хотя бы предварительно проводить регистрацию, для этого у нас существует, ну, допустим, на базе того же Института биологической защиты растений всероссийского, который в Краснодаре у нас существует. Все эти проблемы краевые законодатели намерены решать. Предприятиям, которые будут производить биопрепараты, тоже предусматривается господдержка в виде дотаций. Пока в крае единицы сельхозпроизводители, которые понимают, что конкурентные преимущества на стране – биометодов. Однако вступление России во Всемирную торговую организацию заставит отечественный агробизнес перестраиваться и реагировать на мировые тенденции. И в этом смысле качество и цена, как бы банально это ни звучало, остаются главным конкурентным преимуществом.